Всем огромный привет! Начинаем новое видео. У нас, говорю, неделя шары. Вообще так жарко, вот даже вечером мы вышли, вот в 7 часов вечера сейчас, и какой-то вот, ну климат у нас в Беларуси, конечно, такой, ну, наверное, в России тоже такой же. Жара такая липкая, влажная такая, вот душная, постоянно хочется в душ. Выйдешь из душа, снова хочется в душ. Даже вот, говорю, вечером, даже вот сейчас, вот, говорю, восьмой час, всё равно не приходит какое-то такое умиротворение, ну, в плане погоды. Всё равно вот конец августа, жара, вообще завтра там по 30 градусов, сегодня 28, ну, как-то так. У нас вот в центре города был вот такой вот кроватный завод, и как-то вот он работал всё ещё совсем недавно, а вот, ну, я не знаю, пару дней знаю, что он уже не работает. Вот тут вот окна все открыты, всё как-то так резко прекратилось, тоже странно. У нас сегодня был град, вот реальный такой град, и так вот колотило, вот, что вообще прям вот такие горошины были, ну, учитывая, что жара стоит 30 градусов. И ливень был такой, просто вот какие-то реки были, но они потом быстро куда-то делись, ну, слились, наверное, слились туда и высохли частично. Ну, потому что жарко, завтра тоже жара, ну, вот, интересно, говорю, просто стеной такой дождь. Ну, хорошо, что он быстро заканчивается, и снова солнышко, и снова тепло, и вот этот вот град. Так, зашли в квартал, а тут такое чудо, ну, в смысле чудо, венский пирог. Был просто по акции, но как было не купить, 7,49 стоит, но сейчас будем пробовать, я думаю, что, ну, вкусный, конечно, к чаю. Так, решила попробовать какой-нибудь белорусский шампунь, потому что все эти шампуни, честно говоря, турецкие, плохие, ну, не нравятся. Вот такие вот цены, вот такие вот шампуни есть, разные. Ещё что-то надо будет выбрать. Вот именно наши белитовские. Я смотрю, на Валбрис тоже многие их покупают и вообще их валят. Вот такая вот серия, например, органик. Ладно, что-нибудь надо выбирать. Ещё вот, оказывается, какая есть линейка. Ну, вот эти вот разные тоже. Шампуни, бальзам, сыворотки вот такие вот. Ну, вот такое когда-то пробовала с яблочным уксусом, честно говоря, мне не зашёл. Хороший, хвалят очень вот этот вот шампунь. Вот такой вот, с репейником. Он дешёвый, 5 рублей, но против падения волос такой, типа, хороший. Надо будет попробовать его, потому что по отзывам он хороший. Давненько мы не ели шаурму, отступили себе две к каждому. Уже как-то вот такие вечера, вот осенние, так вот птицы как-то по осеннему кукареткают. Ну, не кукареткают, но в общем. А днём жара, вот 30 градусов, а вечером просладный такой ветерок уже вот как-так, ну вот как есть. Вот она такая горяченькая, вкусно пахнущая шаурма. Кстати, шаурма была невкусная. Кислая такая, фу, гадость, не будем больше покупать. Закрыли сезон шаурмы. Мы зато купили такие пирожные, уже не первый раз покупаем, но второй раз. В Спартаке, да, то есть они там по килограмму продаются 14-40 килограмм. Вот такие вот они как бы, там внутри прослойка даже какая-то кокосовая такая, как крем какой-то кокосовый. Ну, вкусные пирожные, то есть три пирожных, там это печенье и прослойка кокосовая. Три пирожных 5 рублей, зато они вкусные. А в Нью-Вермарке мы купили вот что, такой вот простой белорусский шампунь против выпадения волос, да, вот этот вот суперактивный, по отзывам очень хороший. Ну, когда-то давно покупали, лично говоря, не помню какой, надо будет еще раз попробовать. И вот такой вот шампунь вообще 5 рублей стоил. Сыворотка, не помню, тоже что-то около того, против выпадения волос, неосмываемая, усиленная формула. Ну, сыворотка хорошая, попробуем. Ну, и дезодорант такой купили. Никита просил, он любит такой купили, чтобы именно брызгать All Spice. Дезодорант стоил 11.22. А это все, ну, по 5 рублей, грубо говоря. Какой-то взрыв только что прогремел, но я, наверное, камеру включила чуть позже. У нас такая жара пришла в конце августа, это вообще 30+. Это, я говорю, такого никогда не было. Вот за лето не было такой жары, как она есть сейчас. Но она потом прекратится, это буквально несколько, ну, как, неделя. И вот осталось буквально несколько дней такой жары. Потом будет, ну, 20 градусов. Просто ходишь, и вообще невыносимо, конечно. Ну, ладно. Пришло лето в конце лета, такое тоже бывает. Моя любимая Добровенка. Идем сюда прогуляться. Вот тут так все зелено, вообще так все разрослось. Я чувствую, сейчас дождь пойдет, такое небо какое-то. Хотя в интернете дождь не показан. Смотрите, какие красивые кустики. Ну, как это называется? Шипоник это называется. Все так разрослось вообще. Смотрите, какое классное место я обнаружила. Ива. Я стою вот как бы в окружении этой Ивы, под Ивой. Такое чувство, что я нахожусь в домике. И я вот снимала здесь разговорное видео. Очередная история жизни мне моя приятельница подкинула. Поэтому я сейчас пока, что называется, свежо все это озвучила, эту историю. И вот, знаете, очень важно найти хорошее освещение. Здесь оно такое классное. Вот просто как бы улица. Мне нравится снимать на улице, потому что фон меняется. Он разный. Это не какая-то статичная картинка, которая там не шевелится. Опять же, дети не мешают. Естественно. И вот зеленый фон. Пока еще лето. Это вообще надо просто ловить такие моменты. Это очень здорово, очень классно. Единственное, что я очень спешу и вот быстро говорю. Вот эту историю я просто протарахтела. Потому что солнца нету, жара такая, что я чувствую, что я стою на улице сейчас как будто в бане. И гремит гром. Он гремит уже, наверное, полчаса. Ну, дождя пока что нет. Ну, я не знаю, пойдет он, не пойдет. Ну, вот просто гремит так, что... Ну, вот в интернете показывают, что дождя не будет. Слышно? Может слышно, может нет. Ну, в общем, я пока что в домике. Треца надо выпить коллагена. Значит, такая вот баночка показывала. Либо еще покажу в своем обзоре на Валберис. Так. Мерная ложечка. Набираем. Сюда. Ну, я немножечко подогрела все-таки воду. Как бы. И размешиваем. Ну, такой приятный на вкус достаточно. Он, можно сказать, безвкусный. Только легкая-легкая кислинка чувствуется. Так. Дальше беру лед для умывания. И будем умываться льдом, что я делаю каждое утро. Дальше мой завтрак. Буквально одна ложка творога. И сюда я добавляю сметанки. Все это размешиваю. Вот так, чуть-чуть. Все это размешаю. Добавлю сюда изюма. То есть, утром есть сильно не хочется. Поэтому мне хватает одной ложки творога и сметаны с изюмом. Так. Значит, остался изюм. Сейчас беру. Сюда посыплю. Перемешаю. И, в принципе, все. Вот такого легкого завтрака для меня вполне достаточно. И, конечно же, аромашковый чай. Уже который день, я говорю... Ну, нет, не который день. Где-то, может, прошло несколько дней. Просто снимая нарезками, купили опять такой вот этот тортик. Ну, такой классный этот венский пирог. Получается вкусно. Единственное, что вот когда его достаешь отсюда, вот он... Да, он весь разваливается. То есть, его есть можно только вот отсюда, из этой вот коробки. Это, конечно, минус. А так вкусно. Продолжаю снимать влоги. Что-то я расслабилась. Снимаю такими нарезками. Получается, что в августе снимала. Сейчас, в 1 сентября у нас сегодня уже... Главное, вчера, 31 августа, у нас была такая вот жара. 30 плюс. 30 градусов жары. А сейчас уже так достаточно прохладно. Где-то градусов 20. Учитывая, что вечер, 9 вечера, я даже уже в курточке своей. Мне так хорошо, комфортно. Естественно, на майку, но тем не менее. Потому что уже прохладно достаточно. Вышли прогуляться. Людей везде много, очень много. Ну, может, и 1 сентября все ходят. И что-то вот как осень пришла. Все время хочется чего-нибудь вкусненького такого. Я не знаю, арбузы каждый день покупаю. Либо через день. Единственное, что тяжело их таскать. Я прошу либо Костю, либо Никиту. Один раз сама притащила. Но такой небольшой, правда, арбузик. Обожаю арбузы. Очень люблю, когда сезон. Всегда их покупаю. Сейчас тоже купим какой-нибудь арбузик. Ну, и, как всегда, зайти в магазин. Что-нибудь купить из продуктов. То есть в магазин надо ходить либо каждый день, либо через день. То-то надо, то это так. Докупить что-то так получается как-то. Пытаются на велосипедах. Уже как-то вот так вот темно. Наверное, качество не очень хорошее. Но все равно сейчас будут съемки в темноте. Что делать темнеет рано. Я что-то настолько сильно увлеклась вот этими своими историями. Снимать истории жизни. Ну, потому что люди пишут комментарии. Много комментариев. Из этих комментариев складываются новые какие-то истории. Мы там, тем более, с моей приятницей все это обсуждаем. Поэтому, ну, как бы приходится снимать еще одни видео. А влоги, как-то, я на раз, да, вот ленишься там. Даже брать камеру, что-то снимать в руки. Ну, то есть надо особое какое-то настроение. Вот сейчас у меня это настроение есть. Поэтому я решил, надо этот влог августовский, плавно перетекший. Ну, сентябрьский уже, конечно, как-нибудь доснимать. Насколько людей везде. Несмотря на то, что уже, как бы, ну, время достаточно позднее. Кафе там переполненное. Все сидят. Все забито вообще. Зашли в грошек. А здесь, смотрите, мыло такое. Получается здесь сколько? Два с половиной литра. Шестнадцать рублей стоит. Такая ободья. Внушительная, конечно. Еще жидкость для снятия лака. Что-то я не могу здесь найти. Наверное, нет. Одни сплошные. Прокладки. Пасты всякие. Ладно, как говорится, будем искать. Дезодоранты. 7,39 рексона. All Spice такой. Да? Ладно. Есть, я не знаю, наверное, все подряд. Даже, смотрите, какие-то наушники. Четыре рубля. Но это, наверное, одноразовые наушники будут. Ну, что за наушники за четыре рубля. Так, арбуз. Хочу арбуз, а его, а нет, есть. Это дыни, аут и арбуз. Стоит он у нас, получается, рубль 25 килограмм. Вот такие вот арбузы. Ну, я не знаю, либо здесь что-нибудь выберем, либо пойдем в соседи. Потому что я настроена решительно на арбуз. Так, Саша, тихо. Вообще, такие колбаски. Есть они вот острые, не надо так выглядать. А есть такие классические. Никита так проходит, как это есть. Тут собрать, только не стоят. Ну, и такие недорогие. Но, учитывая, что здесь мало грамм. Наши белорусские сырки. Ну, вот эти вкусные, типа пирожных. Ну, такие нормальные, рубль 75 стоят. И вот эти вот очень вкусные. Такие, получается, творог на печенье брауни. Рубль 0,9 стоит нормально. Ну, тут много разных. Честно говоря, я не люблю сырки. Просто показывают, что тут такое есть. Ну, вот этот тоже когда-то покупали. Тоже нормально, 65 копеек стоит. Мороженое вот такое вот. Ну, мне, честно говоря, нравится вот такое обыкновенное. Наша белорусская. Оно очень-очень вкусное. Такое, как вот раньше было. Оно и такое осталось, как раньше было. 28 копеек. Ладно, возьмем такое. Ну, давай еще вот такое. Законку нам положим в корзину. Вот этот белый полюс тоже вкусный. Ну, и наше детство тоже вкусное. А все вкусное мороженое, в принципе. Это тоже когда-то брало целый тазик. Но сейчас-то здесь, конечно, не буду уже. Так, рыба нам не нужна какая-то. Захудалая.